Возвышение Китая стало уже вполне официальным термином и содержание последних, наверное, последней четверти века, если посмотреть главный процесс глобальной конкуренции, это стремительный выход Китая на аванс цену истории. Первый раз я был в Китае в 1995 году, и с того времени я был ежегодно как минимум, а иногда и два, и три, и четыре раза, но вот следующий раз поеду на следующей неделе. Нужно понимать, что если вы пусть даже сто раз ездили в Китай, это не значит, что вы по нему специалист. Если у вас свободный китайский язык, вы все свободно читаете, это не значит, что вы что-то понимаете в том, что вы прочитали. Потому что у китайцев действительно другая цивилизация, другой тип сознания, немножко другой способ мышления, и культурная разница очень существенна. Недаром, когда мы читаем дословные переводы китайских выступлений, нам кажется, что это как то ли поэзия, то ли какой-то бюрократический билибердарь, и как они при таких бессмысленных оборотах оказались второй и скоро окажутся первой экономикой мира. Детский вопрос. У них другой тип мышления, он образный. Вот иероглиф — это образ, поэтому они мыслят образами. И это некоторое преимущество перед всеми остальными в современном мире, в том числе перед нами. Во-вторых, за ними стоит 4700 лет минимум непрерывной письменной истории. Просто другой уровень культуры, другой, как говорят, бэкграунд, другой фундамент. И не нужно забывать, что Китай, хотя он и приходил в полное ничтожество, например, в конце 19-го, начале 20-го века, но не нужно забывать, что это всегда была самая населенная страна мира, с одной стороны. А с другой стороны, она всегда опиралась на выработанные технологии, социальные технологии, которые периодически существовали в форме бессмысленных ритуалов, не имеющих содержательного наполнения традиций. Они всегда сохранялись и всегда передавались. Никогда не было в истории Китая, при чудовищных зверствах, когда людей вырезали провинциями, никогда не было так, чтобы весь Китай был охвачен войной. Вот это тоже нужно очень серьезно понимать. И, ну, что сказать, когда у нас еще не было ни письменности, ни религии, в Китае для того, чтобы занять государственную должность, нужно было сдавать экзамен, написание стихов. Если вы не могли понимать красоту мира и выразить ее, то вы не могли распределять муку среди населения, условно говоря. Это было невозможно. Конечно, я немножечко утрирую, конечно, все бывало по-разному. Но китайская цивилизация из живущих на сегодняшний день на Земле самая древняя и самая опытная. И, скажем, для меня был очень неприятным сюрпризом осознать в году в 97-м, что напряженное внимание Китая к нашей стране вызвано просто тем, что они учатся на наших ошибках. Ну, простая вещь. Их руководство проходит жесточайшие и интенсивные курсы подготовки и переподготовки. Все руководство, до высших руководителей. И попробуй какой-нибудь кончидат члена политбюро увильнуть от лекции о текущем моменте, который и читает, правда, тоже выдающийся ученый. Его просто не поймут. Это будет хуже, чем взятку взять. Это будет продемонстрировать свое нежелание, как говорили в старых советских кинофильмах, расти над собой. И вот я сегодня был на заседании Президиума Российской Академии Наук, там выступал один из наших китаистов, который сказал, что вот китайский учебник об ошибках Советского Союза, которые привели к его распаду и которые нельзя повторять, имеет вот такую толщину. Другое дело, что там, наверное, слишком много красочных примеров. Но это учебник для высшего руководства. Простите, пожалуйста, а у нас попробуйте такой учебник написать. Вы пойдете под статью об экстремизм, пойдете под статью о клевете, всю оставшуюся жизнь будете сеять в тюрьме, расплачиваться со штрафами и оправдываться, что вы, ах, вы заметите, совсем не то имели в виду. Естественно, что за их ритуалами стоит очень интенсивное и очень конкретное знание. Ритуалы просто позволяют обезопасить это знание от обиженных и глупых. И я просто хорошо помню, когда Китай вступал в ВТО, через полгода после этого я разговаривал с одним из их региональных высокопоставленных чиновников. И он мне на голубом глазу, вот как будто его разбудили ночью для сдачи экзамена. Он просто отвлекся, а мы уже выпили немало к тому моменту. И он мне прочитал лекцию минут на 40, коротеньку, о том, какие плюсы, какие минусы с жестким разделением по отраслям, с конкретными цифрами, по отраслям в масштабе Китая и по отраслям в его провинции. Подвел итог, причем разделение было не только по отраслям, но и краткосрочная перспектива, среднесрочная перспектива, долгосрочная перспектива в масштабах Китая, в масштабах его провинции. И он зафиксировал, что для нашей провинции это плохо, это невыгодно, но для Китая в целом это очень выгодно и мы получим помощь от федерального правительства, так что мы как минимум выйдем в ноль. И мы уже гарантии этой помощи имеем. Когда господина Грефа в 2002 году вежливо у него спросили, а каков же экономический интерес без пропаганды, без политики, без идеологии, сугубо экономический интерес, смысл присоединения России к ВТО, он еще не смог ответить ничего по уважительной причине, потому что экономически это нам невыгодно. То есть он произнес длинную речь, которая была бессмысленным набором слов, с моей точки зрения. И он не один такой, у нас все в правительстве такие, насколько я могу судить. Поэтому при виде Китая остается, как говорил товарищ Ленин, учиться, учиться и учиться. Вас, китаец, если ему что-то интересное, вам один и тот же вопрос задаст минимум три раза. Не потому, что он плохо владеет языком, а потому, что он хочет выспросить все нюансы и все детали. И вы, отвечая на один и тот же вопрос три раза подряд, ну просто заданный по-разному, осветите проблему со всех сторон. Это азбука ведения переговоров. Но это есть. У нас этого не умеют. У нас каждый начальник хочет услышать то, что ему хочется услышать. Услышал, побежал дальше. Это результат жесточайшего конкурентного отбора. У них, а не у нас. У нас, кто первый занес, тот и хозяин. Когда такие люди, как Сердюков, министр обороны, прости господи, даже не обсуждаем эту тему, я думаю. Не стоит обсуждать. У нас такие люди, как господин Сердюков, мог просуществовать на своей должности недели три. У них за смешные взятки в 10 миллионов долларов расстреливают мэров крупнейших городов. Да, они признают, что у них есть проблема коррупции. Но у них не бывает стратегических решений, которые принимаются исходя из коррупционных интересов. Да, у нас, господи, НАТО какое-то время искренне трепетало перед возрождением советской военной машины. Потом объяснили добрые люди, что просто это цифра, которая есть в российской открытой печати, что оценочная величина отката при гособоронзаказе 60%, а в среднем по бюджету 30%. Так что стимулирование не военно-промышленного комплекса, а стимулирование коррупции по поводу военно-промышленного комплекса. Вот такие вещи в Китае не то что невозможны, они непредставимы. Он станет первой экономикой в мире, но понимаете, мы валимся в глобальную депрессию. Нас мы можем прогнозировать до момента срыва в глобальную депрессию. А дальше неизвестность. Как и кто, за какой кустик, за какую колючку будут цепляться, или не будет цепляться, будет разбиваться. Это вопрос дискуссионный. В Китае очень большие внутренние проблемы, но особенность Китая в том, что они о своих проблемах говорят и пытаются их решать. Например, 18 съезд. То, что они обновили руководство. Дальше два главных результата. Очень существенные. Первое. Я сначала скажу, как это звучит, а потом я переведу на русский. Первое. Это упор на потребление. Китай будет ориентироваться на рост потребления, рост благосостояния трудящихся. Перевод на русский. Китай прилагает усилия, по крайней мере с 2003 года, титанические, чтобы снизить свою зависимость от экспорта. Они понимают, что в мире неизбежен кризис, что рынки Евросоюза и США будут частью схлопываться, частью закрываться от них, потому что своих людей надо кормить, что протекционизм будет нарастать. И значит, Китай должен снижать свою зависимость от экспорта. Китай, который поднялся на экспортно-ориентированная страна. Они прилагают в этом направлении огромные усилия. Первое, что они сделали, их китайский ответ на кризис 2008 года. В каждую деревню должна вести асфальтированная дорога. Они построили у себя дороги. Они построили у себя железные дороги. Они восстановили у себя единую энергосистему. Создали ту самую, которая у нас разрушена. Они построили инфраструктуру. Уроза депрессия сохраняется. И теперь, создав инфраструктуру, они переходят на накачивание внутреннего спроса за счет спроса граждан. За счет роста благосостояния. Увеличивает зарплаты в бедных районах. У них же до сих пор есть районы, где люди, как при Мао Цздун обеспечиваем одну плошку риса в день, так они эту плошку риса в день одну и не имеют. И теперь государство целевым образом будет обеспечивать рост их благосостояния. С одной стороны, это рост внутреннего спроса. Причем на собственную продукцию. Не на какой, не на импорт, не на товар роскоши, а на то, что движет национальную экономику. Во-вторых, это снижение уровня разрыва между регионами, которое достигло уже сегодня угрожающего характера. И в-третьих, это смягчение социальной напряженности, которое тоже достигло угрожающего характера. Мы теперь будем вытаскивать хвосты, которые у нас завязаны. Это первое. В нашей истории тоже было нечто подобное. Когда Сталин сначала создавал перед войной тяжелую промышленность, потом на базе тяжелой промышленности создавал военное машиностроение, и перед самой войной успели, с 1938 года этот процесс пошел, повышать уровень жизни. Так, третий этап. Китайцы делают то же самое. На самом деле, китайская модель, это то, что они взяли за основу советскую модель. Они опираются на наш опыт, и негативный, и позитивный. Если бы наше руководство хотело строить, а не хотело бы воровать, то у нас было бы лучше, чем в Китае, было бы успешнее, чем в Китае. Но, к сожалению, у многих другая мотивация в нашем руководстве. То есть, с одной стороны, Китай от создания инфраструктуры в качестве антикризисной меры, он ее создал, переходит к повышению уровня жизни беднейшей части общества, к снижению социальных и региональных разрывов. Это очень правильный ответ. Конечно, у них безумное количество проблем, неимоверное количество проблем, но это стратегия. Это стратегия перехода. Далее. Они столкнулись с реальной проблемой. Последние 10 лет у них качественно выросла коррупция. У них качественно выросло вовлечение чиновников в бизнес. И доходят до анекдотов. Когда там одного из их руководителей обвиняют, нынешних обвиняют в том, что его родственники, его семья, имеет капитал в 2,7 миллиарда долларов. И тут же ловят главного инженера китайских железных дорог, который за считанные годы взял взяток на 2,8 миллиарда долларов. И железнодорожное строительство раз в 5 интенсивнее, чем у нас. Китайцы понимают, что когда они будут повышать уровень жизни людей, люди будут задумываться о справедливости. То, что мы видели в 2010 году и в 2011 году в России. У людей вырос уровень жизни. И людям стало недостаточно иметь хлеб и зрелище. Выросла потребность справедливости. А когда, поскольку государство этого не понимало, пришлось отвечать на это тупыми, безумными репрессиями. Это нам аукнется очень жестоко. И обществу, и государству. Нам всем в целом вместе тоже аукнется. Мы сейчас повысим уровень жизни в беднейших регионах. Мы сейчас получим массовую тягу к справедливости. И как же мы на нее будем отвечать, прости господи? И в решениях этого же съезда, и в заявлениях этого же съезда. Первое. Борьба с коррупцией. Ведь господин Навальный в Китае был бы зампредом счетной палаты просто по факту первого уже успешного расследования. Просто по факту. Никто бы не стал бы спрашивать его убеждений, его взглядов на Путина, его мысли. У тебя получается? Вперед. На госслужбу. Автоматически. Но если бы отказался, тогда уже возникли бы вопросы. Причем борьба с коррупцией будет носить более интенсивный характер. И она впервые зафиксирована в качестве важнейшей политической задачи. То есть тем самым они признают, что партия увязла в коррупции, погрязла. Но помимо официального выступления, там были еще выступления на разных родных совещаниях тематических. И то, что они говорили на этих совещаниях, нас пихают в листовках, за которые люди получают срока. Хотя у нас это явно в большей степени истинно, чем в Китае. То есть партия китайская, коммунистическая, она смотрит на вещи абсолютно трезво, абсолютно реально. У нее очень много не получается, но они, по крайней мере, стараются решать проблемы. И борьба с коррупцией — это политическая задача, которая сформулирована очень просто, что или мы победим коррупцию, или мы умрем. А для китайцев, которые, в общем, неплохо помнят и компанию Мао Цзунума по перевоспитанию, и Воробьев, и много-много-много другое, для них это все более живо, чем для нас. А с другой стороны, у них идет компания демократизации. Вы будете смеяться. У них постоянно расширяется выборность должностей. То есть у них уже сейчас членов Политбюро будут выбирать. На 25 мест будет 30 человек. У них партийных чиновников среднего звена тоже выбирают. И сфера выборности местных властей тоже растет. Иногда они из-за этого получают восстание. Вот именно из-за этого. Потому что не доработали, люди сочли себя обманутыми, получили восстание. Они исправляют даже. Но у них очень большое и очень продуманное движение к демократии. Если бы кто-нибудь в Китае вылез с лозунгом «Сувенирная демократия», первое — потеря работы, второе — медицинское свидетельство. Ну, может быть, медицинского свидетельства не было бы и не было. Хотела бы потеря работы. Но это абсолютно точно. При том, что у них свободы слова в нашем понимании нет. При том, что у них жесточайший контроль за интернетом. Попробуйте у них в китайский интернет выложить детскую порнографию. Вы сядете в течение недели. А у нас, пожалуйста, идиотский сайт Луркоморья. Ну, знаете, извините за это слово, но по-другому сказать не могу. Это, как выразил Стоящее Медведев, «олбанский язык» и соответствующий уровень интеллекта. Но он безобидный, он глупый и безобидный, и агрессивный. Сайт из порнографии. Я посмотрел список, который подсочился в интернет, но два десятка закрыты. Простите, у нас что, два десятка порнографических сайтов? Зайдите в Яндекс, зайдите в Гугл, зайдите в любой поисковик и наберите «Порнография». И посмотрите специализированные порнографические сайты. Не сайты знакомств, ладно, пес с ним. А специализированные порнографические сайты. Специализированные сайты по услугам проституток. Не по знакомств, которыми маскируются проститутки, а в целевую. Простите, пожалуйста, а что за глупости? То есть вы боретесь с людьми, которые не очень остроумно и довольно грубо, но вполне себе безобидно поливают друг друга грязью, и вы оставляете без внимания огромную индустрию преступности. И огненная стена, которую закрывает китайский интернет, ну, конечно, там сильный перебор, но, по крайней мере, бессмысленных обвинений в том, что вы там слегка кого-то обругали в форме после этого, пожалуйста, идете под суд, там нет. А с другой стороны, если вы там позволите написать себе о ханьской национальности что-нибудь в стиле того, что пишут в нашем интернете о русских, то вы просто сядете, и никто вас жалеть не будет. Почитайте, так сказать, кавказскую часть российского интернета, у вас там волосы встанут дыбом. У вас возникнет желание бежать из этой страны, просто спасая свою шкуру. Нет, у меня есть, если у журналиста Минкина довести до того, чтобы он признал факт кавказской оккупации России и признал факт безнаказанного кавказского террора, в Москве просто, так сказать, московская интеллигенция здесь живет. Ну, попробуйте так сказать, чуть-чуть более развернут, то вы попадете в тюрьму. В Китае это невозможно, потому что в Китае государство исполняет свои обязанности. Собственно, Китай поднялся в совсем недавнее время. В 79-м году начались реформы, в 89-м они вышли на, так сказать, на полные обороты. 23 года, если считать Большой Китай, то есть Китай и те страны, экономика которых в значительной степени зависит от китайских денег и которые, по сути дела, интегрированы в Китай. И мы видим, что самое главное, китайское государство исполняет свои обязанности, и оно исправляет свои ошибки. И оно реально реагирует на проблемы. Оно учится каждый день. У китайцев главная стратегическая проблема. Китайская культура, она в силу коллективизма институционально закрепленного, потому что один человек не может прочитать научную статью, для этого нужен отдел. Один человек не может написать научную статью, слишком много разных иероглифов, но нужен отдел. И в силу этого, в силу чрезмерного коллективизма в китайских коллективах очень тяжело приходится творцам. Копиистам замечательно, а творцам очень тяжело. И они уже лет, наверное, 15 затаскивают к себе в страну всех специалистов, до которых они только могут дотянуться. Из России в том числе. Я уже знаю людей, которые удерживают учиться в Китае. Я знаю людей, которые удерживают в Китае работать надолго. Не в Европу, а в Китае. Не потому, что там деньги, а потому, что там внятная, четкая перспектива. Прекрасно знаешь, что в этническом китайском государстве не всегда будут на особицу. Но лучше быть на особицу в китайском государстве, чем быть порабощенным, унижаемым и убиваемым большинством в российском государстве. Когда я читаю лекции в Китае, уже, наверное, лет 8 обязательно несколько русских лиц присутствуют. Обязательно. В самых разных аудиториях. Потому что специалистов они вытаскивают к себе. Всеми силами. И специалистов тоже можно понять. Если будешь консультировать китайцев здесь, если вы технику, вас спасает в тюрьму. Физика Данилина совсем несколько дней назад выпустили по условному досрочному освобождению. Значит, если вы хотите работать с китайцами, то бегите отсюда. Вы вот только такой. Правящая бюрократия ориентирована на то, чтобы выгнать из России всех, кто непосредственно не нужен ей для воровства. У меня такое ощущение. В Китае это себе представить невозможно. Потому что китайская бюрократия ограниченная, вороватая, неумная. Но она искренне верит в то, что она работает только для блага китайского народа. У нее другой реальной цели нет. По дороге мы немножко подворуем, да. Но понимаете, у них качественно иная цель в жизни. Поэтому Китай всегда будет великой страной, всегда будет Китаем. Более или менее агрессивной. А будет ли Российская Федерация через 10 лет? Это вопрос открытый. А то, что за эти 10 лет мы пройдем через жесточайший системный кризис, этот вопрос даже не подлежит обсуждению. Если экономический рост в Китае замедлится с нынешних, условно, 8 до 5%, то мир рухнет в депрессию так же однозначно, как при техническом дефолте США. Их рост будет замедляться, будет тормозиться. Еще и потому, что они еще лет 10 назад зафиксировали, что при их темпах роста им не хватит воды, энергии и земли. Поэтому они стали переходить на энергосберегающие, на экологичные технологии. А эти технологии в китайской структуре цен, внутри китайской, они невыгодны, они нерыночны. То есть это вопрос просто сохранения среды обитания, условия. И в восьмом году после Олимпиады началось ударное внедрение тех технологий повсеместное. И, естественно, когда вы делаете экономически неэффективную вещь, сугубо рыночную, неэффективную, то вам вы расплачиваетесь за это снижением темпов экономического роста. Было время, когда в Пекине не было смога. Просто были целые недели, когда там не было смога. Сейчас, насколько я понимаю, ситуация вернулась. Экономика будет развиваться достаточно быстрыми темпами. И Китай будет оставаться атлантом, который держит на себе всю мировую экономику. Но это пожелание. Нужно четко понимать, что это, что называется, план при сохранении прочих равных условий. К 2020 году мир, скорее всего, сорвется в депрессию. Другое дело, что заявлять об этом китайскому народу невозможно. Не надо. Но я думаю, что план действий в условиях глобальной депрессии в Китае, если не разработан, то разрабатывается ударными темпами. Вот так получилось, что парламент должен был сначала ратифицировать. В общем, Китай договорился о присоединении к ВТО после завершения сессии парламента. И чтобы ратифицировать, нужно было собирать отдельную сессию парламента, все китайское собрание народных представителей. И это привело бы к тому, что возникло бы ощущение, что китайцы продают ВТО слишком большое значение. Такое унижение. Что они сделали? Они до присоединения к ВТО на закрытом заседании ратифицировали 800 страниц чистой бумаги. И ни один депутат не проговорился из нескольких сот человек. Ни один. Вот их, с одной стороны, секретность, с другой стороны, доверие к руководству, а с третьей стороны, разумность. И вот их организовывание. Так что я думаю, что мы не можем сейчас судить, есть у них этот план, или он еще только прорабатывается. Но я думаю, что даже если он есть, он дорабатывается каждый месяц. Они очень тщательно относятся к тому, что считают угрозой для своего существования. Глобальная депрессия. Они прекрасно понимают, что для по-прежнему экспортно-ориентированной экономики она грозит катастрофой. Нам ждать дальнейшего прогресса Китая и нам ждать дальнейшего роста китайского патриотизма. Как бы его не сдерживало китайское руководство, патриотизм естественным образом будет оборачиваться против нас. Потому что любой рачительный хозяин, стоя на российско-китайской границе, задается естественным вопросом, вне зависимости от национальности, зачем этим варварам столько земли. Потому что то, как используем мы свои природные ресурсы, как наша бюрократия разворовывает все, чтобы вывести в тот же самый Китай, это неописуемо. Рост Китая объективно ведет к тому, что, скажем, принадлежность Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации это результат не того, что у нас есть какой-то суверенитет, а это результат китайско-американского баланса. И нужно понимать, что если наше государство не начнет исполнять свои служебные обязанности, то мы можем потерять не только Сибирь и Дальний Восток, можем вообще исчезнуть. Потому что тот уровень идиотизма, который стал для нас привычным за последние годы и, наверное, даже десятилетия, он несовместим с жизнью. Глядя на китайцев, вы понимаете, вот люди работают очень интенсивно, очень качественно, очень продуктивно, и все равно у них нарастают проблемы. Все равно. Не потому что они что-то там не дорабатывают, не потому что они недобросовестные, потому что мир валится в глобальную депрессию. Это объективные проблемы. Есть время дышать, есть время бороться. Вот приходит время бороться. Мы не в состоянии даже дышать. Российская экономика напоминает автомобиль, в котором бензобак, двигатель, карбюратор, бензонасос одновременно воруют бензин. И он при этом пытается участвовать в гонках Формулы-1. Ну, извините. Китай – стратегический партнер Российской Федерации. Если российское государство вдруг одумается, не нужно изобретать велосипед. Вон граница, повернитесь через границу и учитесь. Как китайцы 50 лет назад у нас учились, и 60 лет назад, и 40 лет назад. А вот теперь нам пора у них учиться ровно так же. Нам в своей истории много чего нужно заново заимствовать, и заново открывать, потому что у нас очень эффективные были технологии и управления, и повышение производительности труда на отдельно взятых рабочих местах, и стимулирование научно-технического прогресса у нас были. Феноменально эффективные технологии. Но в сохраненном виде, в сконцентрированном виде значительная их часть сохранена в Китае. И мы должны учиться, учиться и учиться. И совсем не нужно для этого знать китайский язык, потому что многие китайцы говорят по-английски, а многие все еще говорят по-русски. В основном, когда мои китайские коллеги из разных провинций не понимают друг друга в форме устной речи, тогда мне иногда приходится оказываться переводчиком. Но это бывает редко. Но, понимаете, это очень узкий слой людей, которые интересуются Россией. Этот слой людей резко сужается, потому что они уже оценили наши ошибки, они их зафиксировали в учебнике. То, что написано в учебнике, не нужно изучать заново. Это бессмысленно. Поэтому интерес к России там падает стремительно. И агрессивность китайского общества, конечно, будет расти. Как из-за объективных экономических и социальных проблем, так и потому, что ограничивая рождаемость, они создают очень сильный перекос в пользу рождаемости мальчиков. Это уже целое поколение называются маленькие императоры, то есть балованные детям. При этом мальчики. При этом мальчики, которые гарантированно не найдут себе жену в Китае. Значимо для развития не конкретное уродство, которое вызывает это регулирование, важен результат. Мальчиков это 15% больше. Это означает, что в обществе резко растет агрессивность просто в силу социальных причин. Китайское руководство не может сдерживать эту агрессивность бесконечно. Ситуация, когда даже хрущевский укреп района, когда там танки были врыты в землю, сданы на металлолом в тот же самый Китай, практически вся. Это не очень хорошая стратегическая перспектива для Российской Федерации. В Китае происходит смена поколений. Это стратегическая угроза, которую они, кстати, признают. Это то, что разрушило Израиль. Есть две культуры. Одна культура выживания. Когда вы боретесь за свое существование, когда вы знаете, что никто не будет вам помогать, что у вас нет друзей, у вас нет союзников. Ну, Александр III сказал, что у России есть только два союзника армии и флот. Нечто вроде этого. Это люди, которые служат своей стране, потому что это их страна, и другого места для них на земле нет. Им не интересно в другом мире. Это одна культура. Вторая культура — это просто менеджер. Сегодня я работаю на Хлебертон, завтра я работаю в Би-Пи, послезавтра я работаю в Дженерал Моторс, потом меня пригласили, я возглавил Северный поток. Мне плевать, где работать, важно, где больше платят. Когда людей, которые были воспитаны в соответствующих кварталах Одессы или других городов, и которые твердо знали, как Голдемейр, что реки еврейской крови ни из кого в мире не выжмут ни одной слезинки, сменили люди, которые просто топ-менеджеры. Это случилось где-то перед 2005-м годом. В Китае происходит то же самое. На низшем, на среднем и даже в отдельных местах на высшем уровне приходят поколения людей, которые воспитаны по западным образовательным программам, которые просто менеджеры. И люди, которые служили Китаю, потому что это Китай, сменяют люди, приходят на смену им люди, которые служат Китаю, потому что это выгодно. Это качественно разные модели управления, качественно разные типы государства. Вот новый руководитель Китая, это последний представитель тех, кто служит Китаю, потому что это Китай. И это будет очень большой проблемой. Кстати говоря, расцвет коррупции в Китае, признаваемый коммунистической партией, он в значительной степени вызван тем, что на смену людям, которые служили Китаю, потому что это Китай, пришли люди, которые служат Китаю, потому что это выгодно. А это уже зеленый выгод для коррупции. Это главная проблема стратегической Китая. Я не знаю, что они с этим будут делать и можно ли с этим сделать что-нибудь, но они признают эту проблему, что очень важно. Попробуйте рассказать любому нашему руководителю о проблемах современного российского государства. В лучшем случае с судорогой в виде улыбки вам скажут спасибо большое, мы обязательно чтим ваше мнение, пошел вон отсюда. В лучшем случае. В Китае это признается, по крайней мере на экспертном уровне. И я хочу сказать, что мы сейчас испытываем страшную зависть последние четверть века, страшную зависть и страшное чувство вины и стыда, когда мы смотрим на Китай. Я надеюсь, что через 15 лет китайцы будут испытывать эти же чувства, глядя на нас. Но для этого нам предстоит очень сильно, очень тяжело и может быть даже очень жестоко поработать. Продолжение следует...